Книга «Открытым оком. Второй тон. Вопрос 780. Тема взаимоотношений. Нужно ли перед постом высказывать друг другу то, что имеешь?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. У православных вообще этого не принято. А должно быть, потому-то православие в России пошло не евангельским путем, а монашеским. А у них на все одно. «Прости Христа ради, а тебя Бог прости». Никаких высказываний, никакой разборки. А это не евангельский путь. Но когда стали запрещать выяснять отношения, и так стали учить Самвона, то это уже прямо антихристианский путь. Лука 17,3. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. Не перед постом только, а каждый день необходимо это делать. Не копить мусор в душе, а выметать его прочь, чтобы в душе было чисто и ничто не препятствовало в молитве. Жить по Евангелию – это жить с открытым оком. Смело выговаривать и даже упрекать, но не хамить. Пусть даже сурово, но с намерением исправить, а значит это по любви. Хотя противоположная сторона может сказать «В ваших упреках и обличениях я любви не почувствовал». Через это необходимо перешагнуть. Мы привыкли в глаза сюсюкать, а за глаза поливать грязью. А это грех. Только нельзя быть судьями с неправыми мыслями. Нужно переспрашивать, так ли это, а иногда переспрашивать свидетелей. Сплетня. Живи, как отшельник, гуляй или плачь. Найдет тебя сплетня, придет твой палач. Ограда мешает, сквозь камень пройдет. Дверь не отворишь, под дверь подползет. В чем грешен, не грешен, в набат прогудит. Навек обесчестит, по гроб осрамит. И в грязь тебя втолчатый недруг и друг. Проклятая сплетня, проклятый недуг. И.С. Никитин, 1848 год.